Я понимал, что там что-то задевает. Я не знал тогда, что это будет. Я вообще, ну тогда, если я сейчас скажу, что вот я там да, понимал, что это там русские вторжения. Для меня это было некой историей такой, знаете, ну я понимал, что там с той стороны русские, да. Но вот масштабы вторжение, вот это слово «вторжение», но для меня это было определенным таким новым. Когда мы уже ехали в горе ночью с 8 на 9, уже договорились машины, видели эти колонны ребят мобилизованных в грузин, мы останавливались, они останавливались где-то по дороге с Белиси на горе, они заряжали эти автоматы, прямо эти цинки. Для меня это было достаточно серьезная такая шоковая история. И пока я не увидел ночью своими глазами вспышки артиллерии, тогда сложно было сказать, что это, мы там ночью, понятно, дальше горе не поехали просто, но когда я увидел вот эти вот вспышки, для меня начало доходить, что это, скажем так, это некий иной масштаб конфликта, это некое что-то новое, что-то, к сожалению, что-то новое, к сожалению, что-то страшное. Я увидел, к сожалению, очень сильно много горя. Вот. Горя буквально, ну, на каждом шагу. И, ну, наверное, где-то особенно вот там первые дни абсолютного непонимания людей, что это реальность и что это возможно. потому что, ну, слушайте, как бы там ни было, да, мы жили, я имею в виду там в целом и глобально, в мире, который стремился жить в мире, да, ну, просто в мире как явление. Ну, вот первая неделя, она была очень такой активной. Мы снимали в Эргнете, там вот, в общем-то, возле него, в самом поселке. У нас был очень, як-то украинскую мову и слово зухвалый, как это, самонадеянный, да, очень самонадеянный опыт снять войну с точки зрения рафинированных, как у нас шутят, стандартов BBC, ну, то есть показать все стороны. Знаете, и вот мы не нашли ничего лучшего со своими коллегами, ну, вернее, со своим коллегой, скажем так, операторы вынуждены были делать то, что мы им говорим, ну, хотя они там имели право отказаться, ну, понятно, что команда там, и они вынуждены были выполнять наше решение, и мы не нашли ничего лучшего, как пойти пешком через линию фронта с Эргнетерц-Хенваль. Ну, понятно, что сейчас я на это смотрю и там, благодарю небо за то, что мы остались живы, а с другой стороны, я думаю, что, ну, более идиотского поступка сложно придумать. Я не знаю, как это правильно назвать, там, по сегодняшний день. Плен это был, не плен, там, как это, зьясувание обставин, там, и так далее. Был такой у нас вот опыт, это было 10-го числа, вот, по сути, мы весь день с утра до вечера просидели в Цхенвале, там было единственное уцелевшее здание, но в тот момент двухэтажечка такая с табличкой красненькой, такой, комитет государственной безопасности республики Южная Осия. Вот нас куда привели, там мы сидели. Ну, сидели, сидели это так. Ну, слава богу, там все закончилось, это все длилось, там, часов 10-12, в итоге нас опустили все-таки, но вот в тот момент, я, кстати, знаете, меня часто спрашивали об этом, ну, я рассказывал эту историю, там, не однажды, видимо, люди, ну, кто там, интервью какие-то спрашивают, там, говорят, вот, когда ты понял, что вот война будет в Украине? Я говорю, а вот 10-го числа 2008-го года. Они говорят, да ладно. Я, кстати, там с одним из украинских генералов, когда-то сам поставил ему прозву, говорю, когда там, по-вашему, это было, году уж 15-16, мы чуть-чуть не были возле фронта. Я говорю, а вы когда поняли? Он так, ну, вот, где-то в 2012-м году мы поняли. Я говорю, да ладно, ну, откуда? Он говорит, а что вы так? Я говорю, ну, вот у меня была четкая уверенность, что 10-го августа 2008-го года. Он говорит, откуда? Я ему рассказываю историю, что когда мы сидели в этом КГБ, их, нас развели там по кабинетам, и в какой-то, они менялись, ну, как это, дознаватели, один добрый, один злой. Приходил злой, одевал наручники, там кричал, стрелял возле головы с пистолета, там, ну, такое психологическое давление было. В соседних комнатах звучали выстрелы, нас развели там по помещениям, вот, четырех, оператор, вот, потом приходил добрый, снимал наручники, приносил воду, и там рассказывал о том, что он, вот, дескать, учитель, он вынужден был взять в руки оружие, защищать, ну, дескать, потому что вот Грузия пошла агрессией на них. Говорю, ну, вот. И в какой-то момент вот этого разговора, когда сидел вот так называемый добрый, этот дознаватель, небольшая комната, дверь открыта была, и вот он что-то там такое сказал, ну, очевидно, тоже там, чтобы немного расслабить меня, я так ухмыльнулся, слегнул, улыбнулся, назовем это так, вот, и слышу, что за спиной кто-то, я так оборачиваюсь назад, дверь открыта стоит, ну, русский, видно, что он русский, он не в форме был, в цивильном, такой, ну, мужик лет сорока, и он так мне говорит, что ты ухмыляешь, это вот цитата дословная, мне говорит, что ты ухмыляешься, вы следующий, понимаете, это вот 10 августа 2008 года, признаюсь, что когда вот эти вот товарищи нас-то захватили, наш там, ну, один из людей, который создавал 1+,1, там, Александр Роднянский был такой, он в тот момент работал в России, там, на канале СТС, ну, он давно, это бизнесмен, там, очень крупный, он уже не занимался 1+,1, и я уж не знаю, сработало это или нет, но, честно говоря, ну, мы пытались-то выжить, и я им говорю, слушайте, так мы что, в общем-то, где-то там почти русский канал, знаете, вот у нас же продюсер, ну, я откровенно, мы пытались выживать как-то, для чего еще был такой момент, вот, знаете, для меня это был тоже катарсис такой, мы в горе приехали, и это, кстати, по-моему, 9-го было, это было, по-моему, до, да, когда вот вертолеты ударили, они, видимо, целили по вот этой танковой части, там, рядом пятиэтажки, это просто вот на наших глазах как раз было, мы услышали эти вертолеты, этот удар, и я тогда вот помню, что, окей, ну, там, я могу допустить, там, знаете, ну, уже понятно было, что это развязалось, ну, какие-то боевые действия, там, между вооруженными, вооруженными отрядами, вооруженными подразделениями, вооруженными, а это был удар, по жилым домам, по цивильным, да, они, наверное, целили, там, по военной части, хотя, с точки зрения, опять же, сегодняшнего дня, я абсолютно допускаю, что это был абсолютно осознанный удар по цивильным, целью, там, панику пустить, я не буду утверждать, я не знаю, там, по сегодняшний день, там, намеренный это был удар или нет, и вот, у меня уже к русским, ну, тогда уже была просто, вот, ненависть, и этот, ну, честно говоря, полупьяный генерал, тогда, который нас пустил, там, водил, рассказывал, тогда не было, там, они не употребляли слова освободить, там, что-то такое, но, но звучало, вот это, дескать, вот, мы пришли, теперь все будет хорошо, вот, это точно, вот этот, вот, знаете, такой, поплом освободителей вечных, он тогда уже был, такой красной ниткой, через всю эту командировку, тогда проходило ощущение, ну, того, что это не может быть, что это какой-то дурной сон, потому что, ну, опять, вот, ну, не может это, ну, не могут люди в здравом уме, там, ну, как угодно, на это пойти, да, ну, зачем, заради чего, какая ценность, что, чтобы что, сейчас у меня есть, там, понимание какой-то, там, идеологической составляющей, тогда я работал просто как, вот, ну, даже не журналист больше, а как репортер, вот, я приехал с задачей это снимать, и вот я это пытался снимать, я абсолютно был уверен, что я сниму там доказательства того, что это агрессия, что это русская, я вот с этой целью-то шел туда, понимаете, потому что я, я каждому первому задавал вопрос, что, слушайте, а откуда-то полетела, ну, это, опять же, знаете, такая, очень самонадеянная попытка понять, вот, найти точку, как это, извините, точку G, да, откуда все пошло, вот, поэтому, не, я, ну, для меня однозначно, для меня не было, ну, изначально там, вопроса, знаете, как, ну, кто плохой в этой ситуации, ну, вот именно так, вот, просто работая, я пытался, ну, вот, где-то, дотриматься, каких, ну, дать там слово второй стороне, знаете, чего, слава богу, я там, в эволюции своей, там, работы, на сегодняшний день, дошел до понимания, что, вовсе, не обязательно убийце, давать слово, ну, там, всегда, да, сейчас бы я этого не сделал, когда этот вот долбень сказал, что там, вы следующие, ну, для меня не было, там, откровением и неожиданностью, ну, про 24, лютого, как это, февраля, февраля прошлого года, я вообще молчу, ну, потому что мы вот, ну, я вот на 1 плюс 1, как бы, как бы работаю, да, ну, это холдинг, я, формально, я на 2 плюс 2, я, у нас спецкор проект наш, и мы ж, с 14 года мы ж снимаем войну, ну, и наш проект новостейный-то он, но мы, в общем-то, на этом специализировались, мы с, где-то конца ноября прошлого года, мы начали делать материалы о тревожных сумках, о бомбоубежищах, ну, среди прочего, среди того, что мы продолжали снимать там, в зоне ООС, вот, и, поэтому для нас там абсолютно не было откровением, полномасштабное вторжение, для нас, скажем так, для меня было откровением только, ну, масштаб, я до последнего не верил, что будут ракетные атаки, вот, я верил в, потому что концентрация вокруг Украины, тактических групп русских была очень большая, понятное дело, что они просто так не могли рассосаться, они должны были быть задействованы, и, ну, опять же, это то же самое, что, кстати, происходило в Грузии, там, с весны 2008 года, это было накопление, да, там, 58-я армия, это, она там зашла через этот трокский тоннель, там, ну, как основная ударная группа, но, тогда ресурсы стягивались, я вот уже там читал, уже так, ретроспективно, это не были там масштабы, да, ну, целых, там, я не знаю, до 100, там, ну, сотен тысяч человек, но концентрация русских вокруг, там, осетий, ближе к границам Грузии, она происходила постепенно, и то же самое, были развертаны, слово развертание, как это вот, ну, развертывание, да, развертывание госпиталей, и опять же, вот я вам говорил уже, что, вот, сигналом для меня, для того, что действительно что-то будет, это вот подготовка к эвакуации, там, населения, да, ну, главная мысль, которая есть сейчас, что все, что происходит, это не ново, вот, ну, для нас, скажем так, назовем это для этого евроазиатского, вот нашего региона, там, да, ну, вот, если брать полностью, там, от западной границы Украины, там, до, ну, всю, там, Кавказ, Среднюю Азию, всю эту полосу, и даже, там, до России, это все то, что Русня делала на протяжении сотен лет, сотен лет, ну, без преувеличения, это по, по-иному называлось, это, там, имело разные формы и проявления, но это все то, что Русня делала всю дорогу, всю дорогу, да, к сожалению, сейчас она это делает, имея, там, ну, уже, слава Богу, меньший, но, тем не менее, еще очень серьезный технический, финансовый, людской ресурс, поэтому масштабы всего, этого катастрофика, ну, они просто, они не то, что катастрофические, они просто, украинское слово, гарное, жахлыве, ну, ужасное, жахлыве не подобается слово, потому что, они действительно жахлыве, что Украина, что Грузия, мы там двигались, ну, как двигались, мы просто хотели жить по-человечески, по-людски, да, и это была единственная, единственная причина, по которой Русня полезла и к вам, и к нам, других причин нет, ну, они привыкли жить с феодалами, они привыкли жить вассалами, там, да, а тут мы захотели жить по каким-то правилам, да, это сложная дорога, да, эта дорога непростая, но, очевидно, многие очень люди видели, как можно, говорить то, что они считают нужным, они хотели иметь возможность, ну, власть, если она взорвалась, то ее ставить на место, менять, русские на это, ну, они не могут на это согласиться, потому что, если где-то в Грузии, в Украине, неважно, ну, в Балтийских странах, еще где-то в Казахстане, там, в конце концов, если, это возможно, то русские, ну, какие бы они ни были там зашоренные, рано или поздно, они скажут, подождите, ну, слушайте, у них можно, а что мы-то так, поэтому они, ну, они, с той властью, которая у них сейчас, у них, ну, как не было вариантов, они бы по-любому напали. Другой вопрос, вот, как вы говорите, что с точки зрения сегодняшнего дня, ну, я вижу выход только один, там, НАТО, не НАТО, это все, знаете, такое дело, НАТО прекрасно, я, ну, в НАТО нужно приходить с чем-то, НАТО не будет за счет нас ослаблять свои оборонные возможности. Единственный вариант для нас, это победить, и не просто победить, потому что, опять же, что значит победить? выйти просто на границе, этого мало. Россия должна распасться, иначе, если она останется в виде этого территориального монстра, она будет продолжать иметь ресурсы, она будет продолжать иметь людей, она будет продолжать иметь возможность, там, вести пропаганду, и, ну, подрывать, вот, в общем-то, все, что вокруг. Субтитры создавал DimaTorzok